Есть хорошие новости с фронта. На этой неделе украинским военным удалось вернуть под контроль еще один населенный пункт, село Новоалександровка. Одним из первых там побывал наш военкор Игорь Левенок. Добраться до Новоалександровки можно только так. Едем через лес на военном грузовике. Асфальтную дорогу к поселку простреливают боевики. В сам населенный пункт заходим пешком под прикрытием наших пулеметчиков. Вы будете проходить в село, а я буду, собственно, отсюда прикрывать с пулеметом. Это потому что они могут все-таки стрельнуть, да? Конечно могут, вообще без проблем. По журналистам, то есть? Если видят, вообще без проблем, не принципиально по кому. Открытую местность желательно пробежать, чтобы не попасть в оптику врага. Поселок Новоалександровка расположен в балке между двумя высотами, одну из которых контролируют вооруженные силы Украины, вторую российско-оккупационные войска. То есть фактически населенный пункт постоянно находился на линии огня. На улицах много разрушенных построек, везде следы от пуль и осколков. Населенный пункт полностью контролируют украинские военные. Ждем, когда сюда придет уже основной власть. То есть мы сейчас пристрелите в власть или здесь? Военные продвинулись вперед на два километра. Теперь село за спинами наших армейцев. Как только боевики об этом узнали, ударили по селу с тяжелых минометов. А вот это, по всей видимости, коллекция того, что очень часто прилетает в село Новоалександровка. До войны в поселке проживали полторы сотни жителей. Был магазин, медпункт, почтовое отделение. Судя по всему, люди до войны здесь занимались сельским хозяйством. Об этом свидетельствует вот эта техника. Посмотрите, вот здесь есть даже новый трактор. Реалии сегодня. Электричества нет, газа тоже. Вода только из колодцев. Осталось всего 16 жителей. И все они собрались в центре села. Сюда приехала миссия ООН и волонтеры с гуманитарной помощью. А чем вы питаетесь? Мы питаемся, что у нас есть помидоры, огурцы, картошка. Что это летом приготовили себе. Мы привезли 12-килограммовый набор бытовой гигиены. Двух людей, которые маломобильные, лежачие, пожилые люди, привезли памперсы для взрослых. Люди говорят гуманитарку, им привезли впервые за 4 года. До этого никто не рисковал сюда ехать. Здесь никаких солдат не было. Были ополченцы, прохаживались. Все. И потом мы сами. Ни те, ни другие. А теперь? Теперь сейчас пришли украинские у нас. Люди тут ходят, военные. Ну, короче, нам сказали, освободили. Уже по-настоящему. Светлана рассказывает, получает минимальную пенсию на оккупированной территории. 2100 российских рублей. Там же покупала продукты и вещи первой необходимости. Как будет теперь, не знает. Ну, как сказать. И радость, и огорчение. Потому что боимся, с теми не будем связываться. И родичей там, и там. Проблему с пенсиями обещают решить заместитель губернатора Луганской области. Утверждают, что и электроснабжение, которого не было с 2014 года, тоже возобновят. Но ходить на ту сторону местные уже не смогут. Уже соответствующее поручение региональному представительству пенсионного фонда мы дали. Пенсии люди будут получать. В скором времени в Новоалександровку обещают прислать даже медика. Но только если оккупанты перестанут обстреливать село. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер.